всем привет друзья вы на канале пчелы начинающим с вами я анатолий борисович сейчас я вам покажу как я убираю надставки с просушенными рамками довожу их окончательно до полной просушки затем делаю профилактику от мышей от моли и складываю уже на зимовку в ящике в надставке в этот пасечный домик убираем надставки немножко я задержал их тут надо было раньше ничего просто я не раз неделю посмотрим сейчас все они просушили или не все как правило не все просушивается поэтому приходится выставлять за пределы пасеки ну вот они знают видно или нет чуть-чуть мед поблескивает чуть-чуть мед поблескивает но его надо чтобы они убрали поэтому смотрим на всякий случай смотрим чтобы здесь случайно не оказалось матка бывает такое что она через диафрагму проходит наверх здесь таких признаков нету пчелы практически нет уже рамки с почти сухим есть там капельки какие-то по оставались надо чтоб они их полностью просушили поэтому сейчас эту надставку я поставлю сюда в край пасеки подальше от ульё и все пчелы это все заберут вот так вот и все это уже собирах ставим обратно вот так забираем и уносим диафрагму эту тоже забираем вот и все здесь оставил еще за страну и уже сокращал гнездо здесь тоже не забрали но это пусть стоит так все закрываем гнездо ну и все и идем на просушку вот так вот друзья надставки на окончательную просушку выставляю в конец пасек не полностью пчелы обсушили рамки на уликах поэтому приходится вот таким образом делать чтобы полностью убрали мед потому что если с медом выставлю поставлю их на хранение на домик это будет пища и для грызунов и для моли поэтому надо чтобы полностью они их вычистили но другого выхода нет ну вот как я вам показал я выставил надставки с этими просушенными рамками но не полностью просушенными сюда на край пасеки вот здесь такой пустой улей у меня лежак вот на него поставил рядом поставил все пчелы здесь возможно у кого-то возникнет вопрос а вот таким образом воровство провоцируется ну я вам скажу что она немножко в стороне в углу пасеки и вся рабочая пчела здесь полностью обсасывает эти рамки все и носит себе в гнезда поэтому на пасеке практически тишина пчел нет никакого воровства от этого не происходит так что я думаю эти напрасные все эти переживания по поводу воровства но зато полностью высушится вся сушь не будет никакой капельки меда и таким образом значит не привлекается не моль не грызуны и мыши различные все это уходит вот но сейчас я покажу как я подготавливаю домик и делаю такую профилактику от мышей от моли вот так забиваю дно надставки полностью и устанавливаем надставочку в домик которую будем ложить сушь обычно 10 рамочную надставку ставлю 9 рамочек для того чтобы было расстояние между ними пошире таким образом моль тогда не так заходит сюда поставили сушь вот здесь я положил яд для всяких грызунов мышей в основном тушканчики тут разные водятся у нас поэтому уничтожают рамки от них очень большой вред ну и сейчас от моли положу пижму вот такое растение растет у нас пижма вот положу она отгоняет запах неприятный для моли вот это вот это друзья пижма который я вам рассказываю вот она цветет такими вот цветочками такой будет распускаться скоро желтенькие такие цветы вот такой кустик это уже второй урожай она уже отсвела в начале лета в середине вот сейчас второй раз запах у нее такой неприятный для моли ну вот как я вам показал ставлю нижнюю надставочку дно забиваю полный вот я ее стилю между рамками еще перекладываю газеты это тоже в какой-то степени предохраняет от воли ну вот как я вам показал ставлю нижнюю надставочку дно забиваю полностью глухо чтобы мыши не могли проникнуть и потом перекладываю газетами и ложу вот такое растение пижма растет у нас здесь на участке она очень своим запахом отгоняет моль и вот так вот перекладываю полностью до потолка и будут они зимовать ну вот все надставки убраны остались только первые корпуса теперь будем готовить пчел зиму смотреть контролировать возможно где-то подкорбку дать где-то оставить как есть ну в общем дальше время покажет ну вот друзья вот так я укомплектовал как вы видите вот сзади меня вот такие вот четыре колонки такие четыре колонки надставок которых стоят это десяти рамочные надставки по девять рамочек переложил их газетами и с переложил пижмой травой такой ну и будем надеяться теперь что они как-то перезимуют закрыты главный адресунов тут очень важно и самая такая неприятная вещь это мыши уничтожают больше даже чем моль ну весна покажет посмотрим каким образом оно помогло это или не помогло сохранилось или нет ну я всегда так делал прошлом году конечно попробовал по рекомендации коллег в такой целлофановый рукав туда уксусную кислоту все закрыть ну практически получился тот же результат моль все равно зашла все равно там наплела рамки попортила вот ну очень сильно много мороки с этим рукавом к стенке не притулишь его вот так вот у меня получалось только три колонны таких надставок но сейчас я компактно их расположил вот ну на этом все друзья кому понравилось поставьте лайк подписывайтесь на канал всего доброго пока до свидания до новых встреч